Сегодня мы с вами переходим к третьему большому разделу курса, в котором будем говорить о личности Основателя Церкви. Однако, прежде чем приступить к описанию качества и духовной одаренности, необходимых для того, чтобы служение Основателя Церкви было продуктивным, хочу напомнить вам, что служение – это очень многогранно. Подозреваю, что далеко не все христиане охотно согласятся возглавить проект по организации Церкви. Далеко не все захотят выступить в роли пастора новой формирующейся общины. И это вполне понятно. Основание новой Церкви требует коллективных усилий. В команде может быть лидер, пастор, основатель, миссионер как руководящее лицо, человек, ответственный за проект. Но трудиться он будет не один. Вполне возможно, что по мере изучения перечня необходимых качеств вы обнаружите, что ни первое, ни второе, ни третье вам не присуще. Такое тоже бывает. Тем не менее, это вовсе не значит, что в команде вам не место. Ведь один человек не может обладать абсолютно всеми необходимыми характеристиками. Вместе с тем, не менее очевидно, что в любом коллективе должен быть руководитель. И поскольку основание Церкви – дело особое, то и руководителем должен человек с особыми дарами и талантами. В Библии, как нам известно, говорится о самых разных духовных дырах. При этом всеми ими один человек обладать не может. Одни, как Аполлос, умело поливают. Другие, такие как Павел, насаждают, причем первыми. Поручить Аполлосу делать то, чем занимался Павел, было бы неразумно и неправильно. Равно как и Павлу, было бы крайне сложно только и делать то, что разрешать проблемы, возникающие в недавно созданных общинах. Какой-то внутренний стимул заставлял Павла двигаться вперед, идти туда, где благая весть еще не звучала. Вот такими Бог сотворил и Павла и Аполлоса, наделил их разными дарами и призвал к разным видам служения. Поэтому, задумывая проект по основанию новой общины, крайне важно определиться, что это будет. Дочерняя церковь, уже существующей материнской церкви, или же совершенно новая община, формируемая с нуля. Этот фактор во многом определит, какими дарами и талантами должен обладать лидер команды основателей. Надо сказать, что данная тема стала предметом исследования целого ряда групп. Главная цель состояла в том, чтобы выявить характеристики и способности, необходимые для служителя основателя. Это исследование — попытка не предугадать действия и водительство Святого Духа, а выяснить, насколько уже полученные человеком дары подходят для выполнения того или иного служения. Так вот, сегодня мы с вами обсудим результаты исследований, направленных на выявление качеств, обеспечивающих продуктивность служения по организации новых церквей. Один из наиболее широко используемых подходов — это подход Чарльза Ридли, профессора и преподавателя по бизнесу и менеджменту. Сам он организацией церквей не занимался, однако выступил в роли руководителя проекта, призванного выявить характеристики эффективного создателя новой церкви. В результате, Ридли представил список качеств, которым вот уже много лет пользуются всевозможные организации и динаминации, чтобы выяснить, обладают ли их сотрудники требуемыми характеристиками. Сегодня мы с вами этот список рассмотрим, пункт за пунктом, а я дам необходимые пояснения. Итак, первое качество — это умение выстраивать видение. Что это значит? Это значит, что человек должен не только обладать видением, но и уметь донести его до окружающих. Это способность увидеть то, что пока существует лишь в перспективе. Если вы служите пастором в уже существующей церкви или руководите какой-то организацией, у вас, скорее всего, будет представление о том, как она может развиваться. И совсем другое дело стоять у истока. Вам предстоит увидеть пока не существующую церковь. Вам предстоит представить, как она наполняется новообращенными, которых вы пока не знаете. Поэтому от вас потребуется не только суметь выстроить подобное видение, но и разъяснить его окружающим. Ведь, как я уже говорил, большинство основателей церквей трудятся не в одиночку, а в коллективе единомышленников, соработников, которые в равной степени отвечают за успех проекта. Были такие соработники у апостола Павла, Тимофей, Сила, Варнава и другие. Итак, вы должны быть способны убедительно донести свое видение до всей команды. Если люди увидят в этом Божье намерение, они непременно поддержат вас. Представленное видение станет в этом случае мотивирующим фактором. Как и в любом деле, вам не миновать трудности и разочарований. Мне ни разу не доводилось встречать основателя церкви, который сказал бы, что у него все шло как по маслу, складывалось просто безупречно. Помните, создание церкви — это всегда территория духовной брани. И в таких условиях именно видение, понимание того, что это Божий замысел, Божье дело, будет стимулировать вас двигаться вперед. Мы верим, что Бог силен творить из ничего. Примерно так проявляется дар веры. Второе. Внутренняя мотивация. Что это такое? В немецком языке есть поговорка «гончую на охоту не тащат». Охотничья собака должна сама рваться с поводка, в предвкушении охоты. К слову об охотничьей собаке. Если на наш задний двор забегает заяц, мне не приходится давать своему псу команду «взять, вперед». Мне не приходится вообще давать ему какую-либо команду. Им руководит охотничий инстинкт. Появившийся заяц тут же превращается в цель. Так вот и основатель церкви в своем служении должен прежде всего руководствоваться внутренней мотивацией. Он просыпается утром, наверное, все же под будильник, и тем не менее, просыпаясь утром, встречает новый день с радостью от предвкушения предстоящего труда. «Да, я буду делать свое дело усердно и энергично». Основатель церкви не должен нуждаться в дополнительных стимулах и напоминаниях. «Ты сегодня сделал то, что планировал? Ты познакомился с новыми людьми? Как вообще продвигаются дела?» Хорошему служителю должно хватать внутренней мотивации, потому что чаще всего над ним никто не будет стоять и давать четкие инструкции. Видите ли, занимаясь служением в уже существующей церкви, вы понимаете, что несете за него ответственность, будь то проповедь, душепопечительство, проведение собраний и так далее, если речь идет о пастыре. В общем-то, список обязанностей здесь очерчен довольно четко. А что же основатель церкви? Он приступает к служению, когда общины еще и вовсе нет. По воскресеньям проповедовать негде. Учить тоже некого. Вести душеполезные беседы тоже не с кем. Собрание вести не надо по причине отсутствия у них. Что ж, действуйте, создавать все это вам. И без самодисциплины здесь никак. Опыт показывает, что ее отсутствие приводит к тому, что пасты разбиваются с курса и становятся менее продуктивными. Эффективность их труда падает. Поэтому здесь важно проявлять инициативу, а также желание строить на пустом месте. Идем дальше. Ответственность в служении. Довольно любопытный пункт. Вы должны суметь внушить своей команде, как и тем, кто приобщается к вашей церкви, мысль о том, что это не лично ваш проект. Это не индивидуальное творчество Крейга Отто. Бог поручил это дело нам с вами. И не мне принимать в нем единоличные решения. Вся община должна быть заинтересована в своем развитии, а я лишь ее составляющая. Мой труд – это только часть коллективных усилий, и я буду продолжать трудиться дальше. Таким образом, основатель церкви должен помочь другим почувствовать ответственность за общее дело, посвятить себя общему видению. Так формируется идентичность общины, ее самобытность, а также преданность общему делу. Это очень значимый момент, поскольку основатель общины – это зачастую не местный человек, тот, кто приехал с совершенно определенной миссией организовать церковь. И если эта церковь хочет процветать, а не просто существовать, христиане из числа местных жителей должны почувствовать, что это их проект, а не план, который придумал кто-то издалека. Народ Божий здесь – это мы. Обычно на самых ранних этапах создания общины в ней могло быть всего человек десять. Мы любили все вместе выезжать на выходные за город. Мы общались, рассказывали друг другу, как Бог привел нас в эту церковь. И вдруг все отчетливо начинали понимать, что все это произошло не случайно, как и не могло быть прописано неким организатором. Все это Божий замысел. Это Он нас сюда собрал. Отсюда чувство ответственности за общее дело, которое, надо сказать, налагает на всех определенные обязательства. Так, развитие проекта требует финансовых вложений, деньги нужны на проведение евангелизации, аренду помещений и тому подобное. Если люди чувствуют, что в этом Божья воля, они будут охотно жертвовать, ощущая себя частью Божьего замысла. Следующий пункт – общение с неверующими. Под неверующими людьми понимаются те, кто не посещает церковь. Возможно, христианство, и христиане им чужды. Это люди, которые, если и приходят в церковь, то пару раз в год по большим праздникам. Основателю церкви не обязательно быть благовестником. Человек с даром благовестия умеет так рассказать о Христе, что люди охотно откликаются на призыв к покаянию и вере. Основатель церкви этим даром может и не обладать. Хотя надо сказать, что благовестник в команде все-таки должен быть. Итак, основатель церкви может не обладать даром благовестия, но и не должен быть равнодушным к неверующим. Благовестие должно быть близко его сердцу. Он должен уметь строить отношения с людьми. Иногда служением занимается тот, кто вырос в христианской семье, с детства посещал церковь и фактически общался только с христианами. Такому человеку, как правило, нелегко найти общий язык с людьми из мира. Он может работать в светской организации, но после работы немедленно возвращается в свой привычный круг общения. Тот же, кто занимается только служением, все время находится среди верующих. Так вот, основатель церкви должен уметь сходиться с людьми, находящимися вне церкви. Должен уметь строить с ними отношения. Он должен понимать их психологию и образ мышления. И даже не обладая даром благовестия, он может рассказать о вере и общаться с неверующими так, что они увидят. Этот человек нас понимает. Он говорит с нами на нашем языке. Ведь нередко церковный народ общается на языке ханаана, этакий внутренний языковой код христианской субкультуры, непонятный людям извне. О чем это они? Что это за термины? Порой мы выражаемся так, как обычный человек никогда бы не выразился. Так вот, основатель церкви должен уметь и понимать людей из мира, и пользоваться до известной степени их языком. Он должен уметь топить лед в отношениях и ломать преграды на пути к взаимопониманию. Особенно там, где христианство непопулярно или является номинальным. Вам, наверное, хорошо знакомо такое отношение «О да, церковь» со всеми ее попами разных рангов, которые грешат не меньше нашего, да еще и наживаются за счет прихожан. Все они там лицемеры. Слышали такое? Наверняка. Правда? Многие действительно так думают. И задача основателя церкви заключается в том, чтобы своим отношением и поведением разрушить подобные стереотипы. А если вам предстоит трудиться среди мусульман, буддистов или индуистов, которым христианство чуждо с культурной точки зрения, будете ли вы способны донести свое вероисповедание до местных жителей с учетом их культуры и на их языке. Итак, умение общаться с неверующими – как важное качество основателя церкви. Движемся дальше. Супружеская поддержка. Что под этим понимается? Чаще всего основанием церкви занимаются мужчины, но это не обязательно. В данном случае речь идет не просто о согласии, скажем, супруге с решением мужа стать основателем церкви. Нет. Поддерживать мужа в служении значит быть с ним в одной упряжке. Верно и преданно проходить с ним избранный путь, быть готовой к жертвам, которых в этом служении не избежать. Причем жертвовать придется разным. Например, в церкви в силу ее малочисленности может не быть программы для детей или молодежи, или какого-то другого служения, которое является неотъемлемой частью любой обычной церкви. Дальше. Ваша финансовая поддержка тоже может быть нестабильной, в отличие от большой церкви, где служитель может рассчитывать на более или менее определенную сумму. Отправляетесь организовывать церковь? Помните, ваш материальный достаток может временами быть более чем скромным. Предугадать будущее невозможно. Для кого-то это огромный стресс. Они на это не согласны, что вполне объяснимо, такая жизнь подходит не каждому. Но коль скоро вы собрались заниматься основанием церквей, оба супруга должны понимать, что этот проект потребует от вас твердой веры, определенных жертв и умения жить в неопределенности. Обоим следует все основательно взвесить и потом сказать «да» или «нет». Если на такой труд будет настроен только один из супругов, второго неминуемо ждет сожаление и разочарованность. А когда в семье несчастен один супруг, будет несчастен и другой. Без крепких уз и общих взглядов взаимопонимания не будет, и проект пострадает. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы — это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Вот буквально один пример. От основателей церкви непременно требуется гостеприимство. Своего здания у вас вполне возможно не будет, во всяком случае, в начале. Это почти наверняка. Собираться будет негде, поэтому основные усилия будут направлены на построение отношений. Вам предстоит чуть ли не постоянно принимать у себя гостей. Здесь же у вас дома будут, скорее всего, проходить и встречи групп по изучению Библии, и евангелизационные группы. А это значит, что оба супруга должны быть готовы открыть для всего этого двери своего дома, привыкнуть к тому, что теперь это не совсем их личное пространство, не тот мир, куда вход посторонним ограничен. Им придется дополнительно готовить и убирать, и такая перспектива тоже не всегда воспринимается на ура. Далее способность завязывать отношения. В общем-то, формулировка, это в разъяснениях, как мне кажется, не нуждается. Мы уже говорили об умении выстраивать взаимоотношения с неверующими людьми. Так вот, то же самое касается и братьев, и сестер христиан. То есть, фактически, всех окружающих. Умеете ли вы общаться? Среди пасторов есть прирожденные учителя. Они прекрасные наставники и богословы. Есть отличные руководители, у которых все в церкви, на своих местах, все программы и служения идут четко и выверено. Но вот строить взаимоотношения ему дается не столь успешно. Надо сказать, что у основателя церкви этот навык должен быть выражен еще больше, чем у пасторов. Ведь ему предстоит формировать доверительные отношения, делиться Евангелием, показывать людям, помогать людям увидеть в церкви духовный дом. Без развитого навыка общения все это вряд ли удастся. Вот вам отрицательный пример. Организуется новая церковь. Кстати, это первый проект в США, в котором я принимал участие. Длился он примерно два года. Когда мы начинали, у меня была светская работа. То есть я был неосвобожденным служителем и работал вне церкви 40 часов в неделю на столелитейном предприятии. Церковь росла, и со временем мне пришлось сократить свою рабочую нагрузку на производстве, так как община была способна поддерживать служителей материально. То есть я понимаю, что такое совмещать светскую работу и служение в церкви. Сам через это проходил. Итак, мы организовали церковь. Она начала расти и успешно развиваться. А нам предстояло отправиться с той же миссией в Германию. Найти пастора основанной нами общению удалось не сразу, хотя развивалась она довольно активно. Церковь успешно росла. В итоге на эту должность пригласили человека, который общительностью не отличался. Он не мог создать в церкви такую атмосферу, чтобы гости почувствовали себя в ней как дома. Общение с людьми удовольствия ему не доставляло. Пастор приходил на служение, проповедовал и уходил. В итоге жизнь в общине стала постепенно угасать. Она скорее выживала, чем процветала. Вот почему пастору просто нельзя быть замкнутым, не говоря уже об основателе церкви, который должен знакомиться с людьми, выявлять их нужды и помогать в их восполнении. Движемся дальше. Преданность делу роста церкви. Исключительно важное качество. Иногда, организовав общину и убедившись в ее относительно стабильном развитии, основатель церкви как бы смещает фокус с благовестия и ученичества на проповедь и душепопечительство, то есть стремится сохранить статус-кво. Ну что ж, мы оплачиваем счета, проводим программы, ведем служение, и это уже хорошо. Конечно, мы хотим развиваться и дальше, но приоритеты меняются. Так вот, если основатель церкви не заботится о ее дальнейшем росте и развитии межличностных отношений, положительной динамики в этом можно не ждать. Здоровая и крепкая община, скорее всего, не получится. Вот почему преданность делу роста церкви играет такую важную роль, при этом речь идет не только о численном росте, но и о духовном возрастании. Церковь должна постараться обрести финансовую независимость, если изначально ее не было. Такое стремление – это тоже признак верности общения, чувство сопричастности общему делу, готовность жертвовать чем-то для достижения поставленных целей. Рост и развитие в этой сфере сыграют важную роль для формирования в перспективе здоровой церкви. Следующий пункт – чуткость к нуждам населения. Знать эти нужды очень важно, поскольку лучший способ подружиться с людьми, завоевать их доверие и проявить Христову любовь заключается в том, чтобы послужить этим людям в исполнении их нужд. Подробнее об этом мы еще поговорим, но нужды есть всегда. Да, возможно, детям из семьи эмигрантов нужен репетитор. Они еще не вполне освоили новый для них язык. Может быть, в помощи нуждается мать-одиночка. Воспитывать ребенка одно очень нелегко. Постарайтесь найти нуждающихся и как-то помочь им. Насколько ваша община готова послужить этим людям? Способна ли она проявить гибкость и постараться как-то помочь тем, кто оказался в трудном положении? Только такая церковь способна найти положительный отклик в душах людей. Только такая церковь зримо являет любовь Христа. Только такая церковь заставляет даже самых закоренелых скептиков пересмотреть свое отношение к христианству и сделать шаг навстречу тем, кто его исповедует. Вот этим объясняется высокая значимость такого качества, как чуткость к нуждам населения. Идем дальше. Умение задействовать таланты. Этого момента мы с вами уже касались, когда говорили о том, как Павел готовил служителей для новых церквей. Данное качество подразумевает умение распознавать духовные дары прихожан и поручать им соответствующее служение. Это ключевой момент, поскольку абсолютно совсем в одиночку вы не справитесь. Не секрет, что многие настроены делать все сами. У нас все получится. Учить других терпения не хватит. А должно хватать. Потому что распределение служения согласно духовным дарам других христиан это залог роста и развития общины. Как-то мы тестировали потенциального основателя церкви. Об этих тестах я расскажу вам немного позже. На первый взгляд, у кандидата были все шансы преуспеть в этом служении. У него был опыт миссионерской работы, разработки новых проектов, благовестия. В общем, целый набор необходимых характеристик. Не хватало одного. Он не умел готовить людей к служению и делегировать им полномочия. Он не давал им раскрыться. Не передавал ответственность за то или иное служение. Этот человек предпочитал все делать сам. Возможно, на начальном этапе такой подход и оправдан, но лишь на начальном. Делать все самому и дальше, значит тормозить развитие церкви. Готовых к служению людей надо наделять полномочиями. Такие качества, как гибкость и адаптивность, ожидаются по умолчанию, поскольку это служение готовит вам немало сюрпризов. Если вы с трудом адаптируетесь к ситуации, если привыкли неуклонно следовать намеченному плану, в понедельнике занимаюсь этим, во вторник тем, основание церкви, увы, не для вас. Ибо в этом служении вас ждет немало неожиданностей и непредвиденных обстоятельств. Будьте готовы проявлять гибкость и менять планы. Если внезапно появляется новая задача, надо уметь быстро переключиться на ее решение, иногда вопреки своим планам. Основатель церкви должен быстро и эффективно перестроиться на новый график, когда появляются новые приоритеты. Далее, умение сплотить коллектив, этого мы уже касались. Речь идет об умении сформировать у членов общины чувство сопричастности. Они должны осознать себя единым телом, а не разрозненными воскресными прихожанами, потому что последнее, к сожалению, не такая уж и редкость. Люди приходят на служение, слушают проповедь, пение, расходятся по домам. Телом Христовым это не назовешь. Сплочение коллектива — это дело основателя церкви, ведь четкое представление об этом коллективе должно быть в первую очередь именно у него, а не у новообращенных, которые только что примкнули к общине. Так что за формирование общности, сплоченности и единства отвечает прежде всего основатель. Следующий пункт списка, мы его почти исчерпали. Устойчивость к внешним воздействиям. Когда возникают трудности, когда случаются разочарования и неудачи, когда на служение приходит всего 10 человек, не расстраивайтесь. Вы должны помнить, что совершаете Божье дело. Он вас сюда поставил, и от вас требуется целеустремленно совершать свое служение, а не раскисать из-за потерь и неудач. Что еще? Проявляйте веру. Сохраняйте твердую убежденность в том, что Бог силен творить из ничего. Пусть ваши ожидания Божьего действия передаются и остальному коллективу. Помните, ваше сомнение – мощнейший демотиватор. Человек, не уверенный в том, что его труд принесет плод, вскоре опустит руки сам и погасит энтузиазму остальных. Вам надлежит демонстрировать веру и упование на Божьи деяния, что я уверен воодушевит и тех, кто трудится вместе с вами. Не сомневайтесь в Божьем водительстве. Твердо уповайте на Него. Верьте. Таков перечень, предложенный Чарльзом Ридли. Другой подход я представлю после перерыва. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok